Продолжение следует... Так, и сейчас заходите по три человека. Открываем, за собой решетку закрываем. Не падаем пока. Вот вам сейчас корешки вот эти, да, вы не потеряете. Проберите в карман, а то не выпустят. Продолжение следует... Я привезла к вам хор, детский хор. Но для ваших мам я здесь скажу, что дети у нас не совсем обычные. Они находятся в трудной жизненной ситуации. Есть ребята, у которых мамы отбывали наказание или до сих пор отбывают. Есть ребята, у которых мамы умерли. Есть те, кто живут с другими родственниками. Но мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что мы дети, что мы очень хотим и любим мечтать. И что у нас у всех, и у нас и у вас большое светлое будущее. Я приглашаю сейчас сюда ребят из студии Олега Митяева «Светлое будущее». Олег Митяева «Светлое будущее» Падает белый пух, к нам на ладони рук. Падает белый пух, к нам на ладони рук. Я выросла в закрытом городе с ядерным производством. Мои родители оказались для меня таким примером самоотверженных людей. Когда папа, работая инженером, получая дополнительное образование, вечером бежал к моей маме в школу, чтобы заниматься с детьми театром и делать какие-то постановки. Мама на двух работах и той и другой педагогической. Но я видела, как они отдавали себя детям, а и отдавали себя окружающим. И только их пример. Три, четыре. Да ладно. Это закладывается в семье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня будет итальянская кухня, мы вас приглашаем на ужин итальянский спагетти, болонез. Я готовлю борщ, почему-то хорошо получается, но котлеты почему-то я не могу. Я готовлю, чтобы расслабиться. В Южной Америке жил, в Аргентине, там мама с папой работали в школе и занимались тоже гуманитарными проектами. И вот поэтому я это сегодня и делаю. Я видел, что это хорошая форма в жизни. Зая, руку положи на стол. Вы сами не спорите про воспитание детей? О, нет, никогда. Да, нет. Никогда не спорим. Вообще не спорим. Да, Оливер. Да, мы спорим. Но я думаю, что это неплохо, это хорошо. Это хорошо, потому что мы так можем посоединить наши идеи и иногда не соединить, как получится. Смотри, Гаврюха похож на Оливера, смотри. Да, да, да. Вообще один в один. Я отзывывали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это фотка Джесси со всеми братьями и сестрами. Расскажите мне, когда вы решили завести детей? Или это было случайно, что у вас их так много получилось? Наши дети? Да их не так много. Трое. Это что, много? Нет, ну похороните. Я же старых-то мало. Как Бог давал, так мы брали. Дочь родилась в Варшаве, Доминик родился в Уфе, а Оливер родился уже в Челябинске. Зайцев два года подарили. Мама найдет рождение. Вот, у вас нет. Тому сколько лет-то уже? Не знаю. У тебя у лица-то хоть осталось? Нет, глаза маленькие выдрал. Футболист пришел. А вы как, дружите? А что, нет, что ли? Ну, еще деремся иногда. Он хочет перед друзьями показать себя сильнее меня. У тебя два папы? У меня один. Только один номер. Один номер? Это какой папа у нас? Ну, родной. Родной папа? Да. Мы его убили. Вот она, вот она. Старшему Диме я сочиняла в школу про маму надо было власти. О, это название. Но там на скорую уроку, потому что уже завтра газету нести, а сегодня им дали задание. Про Россию. Вот что просили-то и это. Ну, написала. У наших мам сегодня праздник. Хотелось многое сказать, но слов, мне кажется, не хватит, чтобы наши чувства описать. Проснемся в этот день пораньше. И тихо к маме подойдя, без слов в глаза ее посмотрим и скажем, я люблю тебя. А мама милая улыбнется, за руку ласково возьмя и скажет, сыночка, спасибо, ты лучше, я люблю тебя. Мама, когда не было, мы жили в приюте. Без родителей там было скучно. А долго мама не была? Примерно два года. Вот вам тут гостинство. Спасибо. Как говорят? Спасибо. С Джесси как ты разговариваешь? С Джесси как? С Джесси как ты разговариваешь? Как? С Сенкой или как? С Сенкой. Ну, а что-то не спотянулось. Чай. Виноград будешь? Ну, а ты у меня с ума? Я думала, нет. Этот? Этот грязный, вот. Ты богатый человек? Я не знаю. Ну. Да. Саша, скажи, у тебя есть мечта какая-нибудь? Скорее бы вырасти, пойти на работу, устроиться, таксистом работать. Не забывайте, что они и сейчас каждый день после наших занятий уходят в тот же двор, в ту же семью, в те же возможности и невозможности, которые они сейчас, будучи детьми, еще не всегда осознают. И поэтому то время, которое они проводят с нами, мы понимаем, что каждый день ценен. Так, а что-то было за правило про Баобабу? Не веди себя в порядке. Так, подожди, давай с самого начала. Проснулся с утра. Принесла в серебряном порядке. И приеди в серебряном порядке. Порядок в свою планету. Курс вот эти гостишка воспитания, где мы с ними учимся себя вести, не ковырять носу. Иногда правильно снимать пальто, принимать гостей. Под Баобабом. Что Антуан Десенток сберили, маленький принц, подразумевать мог? Какие Баобабы вы можете удалять, как сорняки в своей жизни? Плохие привычки. Плохие привычки. Совершенно верно, Света. Предлагаю вам сегодня прийти домой и сразу же найдите, пожалуйста, один сорняк Баобаба какой-нибудь и вырвите его с корнем. Сашка, какие у тебя там сорняки могут быть? Как же прохожу, обувь бросаю. Обувь бросаю. Уроки не делать? Ждать до последнего, чтобы мама и папа попросили наконец-то, да? Вот здесь мы с Олей делаем уроки. Она часто к нам приходит. Да, мы играем, делаем уроки. Вот у меня здесь книги, учебники. Эти стоят у меня игрушки. Ты хорошо ставишь русский язык? Да, хорошо. Мы здесь орфограммы, изучаем еще там правила всякие. Из Кыргызи мы сюда приехали. Да, у нас было очень много. Нам было неудобно там. Спасибо. Мама торгует, вот когда она занята, ну я помогаю ей. Мой младший брат ходит в садик, пять часов его надо забрать из садика, я приду к маме, мама пойдет в садик, а я за нее. Я хочу быть богатым и знать хорошо английский, французский. И я хочу стать переводчиком. Я поеду в Америку. Вот еще я хочу сказать, чтобы у меня был дом, чтобы у меня родители жили хорошо, они не работали, они сидели дома. И чтобы они всегда были рядом со мной. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. That's my good new tomorrow today. Я иногда вас ругаю, да? Потому что вы делаете ошибки. За поведение. Поведение или? Хорошие дела. За хорошие дела? Мы ругаем себя не контролируем. Да, и что еще? Потому что мы слишком веселые. Слишком веселые? Ну да. Кто-то более серьезно занимается, кто-то нет пока. Но это как все школные предметы. Как вы? Я хочу сказать, как вы? Как вы? Очень хорошо. Когда мы дети, мы замечаем, мы не замечаем, как это будет важно. Так я это делаю с ними как игра. Го. Которые наши родители? Матер. Какая короткая способа сказать «мотер»? Мам. Мам. Или в Американском, по-американски? Мами. 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 Изучать все как игра. Дети должны играть. Адам is Sophie's brother. Тру, 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 тру. Окей, окей, let's go. Let's go by teams. 1, 2, 3, 4, 5. True. 1, 2, 3, 3, 1. Аня говорит, что у нее 103 ребенка. Ты не ревнуешь ее? Нет, потому что у меня тоже 103 ребенка. Они все наши. Ребенки. Очень хорошо, ребята. Вы все очень хорошо. Увидимся в воскресенье. Английский, он ходовой язык, и его все сейчас изучают, чтобы когда кто-нибудь поехать, знать его, там некоторые говорят на английском, и ты должен их понимать, чтобы ответить на вопросы или что-нибудь купить. Там в школу пришла Анна, Татьяна Александровна, и нас проверяли слух, голос, там. Спрашивали, спой, как медведь, там, как птичка, и они показывали, как. И мы повторяли. Ну, уже почти все собрали. Ну, там были помидоры, здесь розы растут. Цветы здесь, везде почти. Когда нам говорят в студии, дома подучите, я пою всем. Ну, например, выхожу в огород, и все почти выходят из дома, и я пою. Ты знаешь, что такое любовь? Да. Наверное. А у тебя большая семья? Не очень. Ну, папы нету. Мама, бабушка, и все. А папы нету, почему? Он бросил нас. А дом этот у вас от кого достался? А это от бабушкиной мамы остался. А он весь ваш? Нет, только половина. Там уже другие живут. Мама, у тебя много зарабатывает? Да. А парикмахер? Бьют это 15 тысяч, по-моему. Или 10. Я не знаю. И на что вы тратите эти 15 тысяч? Ну, за дом платим. На еду, на одежду. И откладываем. О чем ты мечтаешь? Построить коттедж такой. И там сделать что-нибудь специальное. Приют. Чтобы другие могли радоваться и там находиться. Дети. Или взрослые. А ты чем будешь заниматься? Я буду работать. Чтобы можно было их содержать. Когда человек подходит вот к этому выбору жизненного пути, мало что зависит от того, в каком достатке или чем-то еще он вырос. Они могут выбрать, а быть хорошим человеком или не быть. Они все равно будут выбирать. Мы же не растим 150 хороших людей, которые 100% будут хорошими людьми. Мы не знаем. Мы все для этого сделаем. Но мы не знаем, какой выбор сделают они. Мы можем подвести их правильному выбору. Ребята, кого укачиваем вперед. Когда ты находишься на этом переходном возрасте, 8, 10, 12 лет, ты ходишь в школу, общаешься со своими сверстниками, ты смотришь телевизор, ты читаешь интернет, сравниваешь невольно свою жизненную ситуацию с жизненной ситуацией. Человек, который рядом с тобой, наверное, для многих из них это является некой моральной проблемой. Иногда очень серьезной моральной проблемой. Но как раз именно этим мы в процессе нашего проекта занимаемся. Эти дети начинают перестраиваться, начинают воспринимать свою жизнь. Уже не с точки зрения ущербности, если у меня нет такого мобильного телефона, или мой папа, или мама не могут мне позволить купить костюм, который я хотела бы. Не жалейте себя. Все мышцы, все активно, активно танцуют лицо. Жуем язычок. Улыбка лошади, раз. Зубки, глазки, дровки. Улыбка обезьянки с зевочком. Внутри зевок. Молодец, Сереженька. Я долго искал таких людей. Я не мог найти ответа, куда люди могут девать столько денег. Ну, я представлял себе, ну, миллион долларов. Ну, можно как-то, когда квартира, машина, дача, детей пристроил, ну, как-то рассредоточить полтора миллиона долларов. Еще как-то можно. А куда остальные? Что будете петь? Какую песню будете петь? Как, как? И вдруг появляется человек, на которого тоже свалилась такая огромная сумма, и он поставил себе задачу помогать детям во всем мире. И я сказал, Анатолий, дорогой, так у нас в Челябинске же вот как раз мы уже фонд построили. Вот сейчас бы нам бы. И мы встретили друг друга. Это было такое счастье, потому что между светлым прошлым и светлым будущим должно быть настоящее. Мы придумали такой слоган. Все настоящее детям. Если мы вдруг забудем слова, дорогие друзья, вы нам поможете. ПЕСНЯ Сложно об этом говорить, потому что у меня всегда был папа и мама. Такой был папа, что оторви и брось. Конечно, потому что когда мне надо было его пьяного тащить, говорят, иди, твой отец там валяется после смены. Я иду, мне стыдно перед соседями. Ну что, ну отец, ну что. Я его поднимаю, там веду, привожу домой. Но вот это ощущение, когда у тебя нет папы или мамы, у меня такого никогда не было. Не угадаешь. Такие жизненные ситуации есть. У человека никого нет, а он вырастает настоящим человеком. А сколько мы знаем примеров, когда все в шоколаде. И мама, и папа, и у них все. Вот что, все тебе, пожалуйста. А человек говно. Мне кажется, что на Эльменском фестивале мы недостаточно с вами много и хорошо выступаем. Может быть, нам сделать несколько ансамблей. Может быть, кто-то уже будет на чем-то играть, а не только петь. Леша! Да, потому что мы же не можем, чтобы нам на сцене концертмейстер играл. Ты сам выйдешь и сыграешь, а люди споют. Ребята. Я думаю, что в этом году, особенно мы на это обратим внимание, на репертуар и на разучивание. Тем более, что у вас теперь так хорошо все получается. Если мы приедем и жахнем, я думаю, что у всех сразу будет хорошее настроение. Это «Спартак», это «Рубин», это «ЦСКА», а тут остальные отдельные игроки. А какой твой кумир, скажи? Вот. Из-за «Рутаи». Игорь Икинфеев. Это за второе место. Это за победителя. Вот эти вот медали. Это за садик. А это школьные награды. Ну, Олимпиады я выигрывал. О, макароны. С котлетой. Сойдет. У тебя большая семья? Да. Мама, я и сестра. А папы нет. Он умер. Эта мечта у меня была еще, когда мне было 7 лет стать судьей или футболистом. Вот ты его кидаешь, не два игрока. Дальше, Леша, разворачивай, Леша. Не отдать, не принять. А ты чувствовал когда-нибудь, что у тебя меньше чего-то в жизни, чем у других? Нет, никогда не чувствовал. Что ты здесь делаешь? Уйди! Еще и иди! Что ты здесь делаешь? Вот ты имущество дашь, а что с ним делать? Некоторые достигли чего-то большего. Но другие люди, они такие же. Им, значит, этого не нужно. А если бы тебе дали миллион, что бы ты сделал с ним? Пожертвовал. Но для детей, у которых не все хорошо в жизни. Если не отдавать то, что ты получаешь, то это вот как озеро, из которого не вытекает никакого ручейка, в конце концов, станет болотом. Поэтому вот эту историю мы как раз хотим ее избежать с нашими детьми. То есть нам кажется, что они обязательно должны отдавать то, чем мы научились. Мы возим их с концертами, где они могут принести людям радость. Мы принимали участие в благотворительных концертах, которые организовывались для сбора средств, помощь больным детям, как правило, с серьезными заболеваниями. Мы обязательно узнаем об этом ребенке с детьми, что у него за история. Так, чтобы они понимали, что не просто их притащили, переодели, поставили, спили, и они убежали. Они серьезно вникают в эти истории. Ну что, Джесси, расскажи нам, почему у тебя такое странное имя. Ну я вообще, я из другого страна. Я не родился в России. Как вы. Вы все родились в России, да, наверное? Я, нет, я родился в Канаде. Но я же давно здесь живу, в России, и работаю в разных городах, и теперь мы в Челябинске. Я думаю, что самое главное, это не то, что они будут, кем они будут, будут, кем они будут работать, это, что они будут внутри себя. Ведь любить, это так хорошо, любить, это словно клад нашел. Если страшно, то любовь зажжет свечу, и страх уходит. Я всегда любить хочу. И как будто, наконец-то, кончилась зима. Будто отворила дверцу душа сама. Будто рай сошел на землю, и все с собой обнял. Видишь, радуга, так что я переживал. Смотрите, что это такое. Жарко здесь, да? Вот так помогает. Если ты малообеспеченный, это еще не значит, что тебе нечем поделиться. Поэтому я всегда им говорю, обязательно собирайте какие-то подарки, хорошие. Если рубашка, то, чтобы все пуговицы были пришиты, чтобы она была выглажена. Если игрушка, то, чтобы она была не вытертая. Если книжка, чтобы не порвана. И опускать, опускать. Если отдавать то, что самому себе не нужно, а потом гладить себе по голове, то это немножко другая история. Делишься тем, что тебе дорого. Это то, что вот они пронесут с собой, и потом будут помнить. Я был рад, когда я отдал. Это что такое? О, жираф! Молодец! У них очень низкая самоверенность. Вот их бросил, мама нет, папа нет. И дети это не понимают. Они думают, что они виноваты. Что по какой-то причине это они виноваты. И получается, что у них очень низкий уровень самоверенности, самооценки. Но мы им покажем, что они особенны. Что они могут это делать. И что они должны все это использовать для себя и для других. Словно някуда спустилась печаль. Вот и светлый день позади. То ли сон обуял меня, и то ли просто мечта. Анат, сколько вы? И уже не грустно, а уже хорошо. Сон поведенел. Мы сделали! Мы смогли! Воспитание ведь сейчас совершенно не в чести. Оно, в общем-то, считается вещью такой ненужной. Или, по крайней мере, такой, на которую не хватает времени. Мы с Джесси лет 13 занимались подобной деятельностью, будучи волонтерами абсолютно. То есть мы зарабатывали 2-3 раза в год. Выезжал за границу, где-то зарабатывал там. И мы остальное время жили на эти деньги. Просто, чтобы у нас было время заниматься собственными детьми и заниматься волонтерскими проектами. Мы не получали никогда за это никакой зарплаты. Здесь, в стране, жили так. И поэтому, когда поступило предложение делать то же, что мы любим и умеем, но уже это будет наша работа, что нам не нужно дергаться за границу все время или искать случайных заработков. Теперь этого ничего делать не надо. Теперь можно жить вот этой радостной, хорошей жизнью, которая приносит величайшее удовлетворение. Я душой не кривлю. Вот так, аккуратно. У меня в детстве был такой шанс. И я этого не понимал. Мне казалось, что это само собой разумеющееся. Во Дворце культуры были все кружки абсолютно бесплатные. Там работали мастера и специалисты. И тебя ждали. В какой ты не захочешь кружок, пожалуйста, тебя ждут. Я считаю, что мы не должны отказываться от того, чтобы было хорошо. Действительно, когда дети могут заниматься лепкой или рисованием, или моделированием, не платя за это, и только получая, это то драгоценное наследство, которое мы пытаемся сейчас воссоздавать. Поскольку дерево с нами не разговаривает, я хотела предложить тоже нам не словами, а как-то молча пожелать им хорошего роста, чтобы у них здесь все приросло, все корешки. Воспитательный процесс, он тем, конечно, и не интересен, мне кажется, государству и чиновникам, что это не дает быстрого результата. Мы узнаем об этом потом, когда пройдут годы, собственно говоря. И я очень надеюсь, что этим преподавателям, эти дети скажут спасибо. На планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорила ему, цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку на мордник, нарисую для твоего цветка броню. Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовала себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал? Как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез. Я очень хочу, чтобы вы сейчас представили себя сначала на месте маленького принца. Вспоминайте, как когда-то вы пытались кому-то из взрослых что-то объяснить, а они не понимали. И какие чувства у вас при этом рождались? В конце концов, хочется заплакать, да? От чего? От бессилия, да? От того, что ты не можешь ничего исправить в этом взрослом, чтобы он понял, что это не шляпа, что это слон в удаве, да? Ра-ена. 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 Тодо. Тодо. Тиваль-корасон. Тиваль-корасон. Вы помните бабушку Джосефина? Да. Тиваль-корасон. Тиваль-корасон, моя мама. Она переведела половину. Я переведела так на испанском, и она помогла, и у нее очень хорошая идея, так что половина – это ее перевод. Из английского на испанский. Тиваль-корасон. Тиваль-корасон. ПЕСНЯ Джесси, я можно вмешаюсь? Дети, на каком бы языке вы ни пели, всегда надо петь как? Слушайте, чисто, чисто, интенсионно. Давайте восклицать, друг другом восхищаться, Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, Ведь это всё любви, счастливые моменты. Давайте понимать друг друга с полуслова, Чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всём, друг другу потакая, Тем более, что жизнь короткая такая. До студии я, вот мне нравится песня, Но я не могу её спеть так, как по-там поётся, как мне нравится. Сейчас я могу, ну, что-нибудь, раз понравится песня, Я её могу напеть, и мне это понравится самой. Здесь прически всякие делать. И там резинки, там косметика всякая. Здесь коллекции. Это камни и денег. Это амитиск, это лазурит. Ну, родственники вот знают, что я коллекционирую, Они привозят. Кушку мне папа привёз. Я с Инди. А у тебя был по-моему, где же? Он, да, он тренирует, да. Он ездил на амимпиаду. Он такого человечка принёс и одеял. А он без чего тренирует? Он спортивную ходьбу. Он тренер сборной Индии. Ты богатый человек? Ну, если деньгами, то не сильно. А если там общением, то да. Грамоты Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска Награждает Арцебашу Анфису за третье место в открытом первенстве в дюшор номер 11 по кроссу Среди девочек 2001 года на дистанции до 2000 метров Я мечтаю поехать, когда вырасту, в деревню жить. Я буду, ну, вставать, рано там, огород свой иметь. И ещё хочу корову. Я когда в деревню езжу, мне там комфортно, там нравится, так уютно. То есть все друг друга знают, так спокойно. А с папой ты как-то общаешься? Ну, общаюсь по телефону, в интернете общаюсь. По скайпу иногда общаюсь. Постоянно говоришь, что мне надо больше сидеть за компьютером, потому что скоро в мире это надо будет обязательно. Я не хочу, ну, чтобы в мире было обязательно и за компьютером сидеть. Звонит он, ну, не знаю, может, раза три месяца. Рассказывает то, что у них праздник какой-нибудь, у них часто праздники. Ему давно не нравилось, как бы, Россия, он хотел везде путешествовать. Я не хочу нигде путешествовать, я хочу в Россию оставаться. А ему вот срочно надо посмотреть мир, везде всё съездить. Не знаю, мне как-то не сильно нравится. В России жить нельзя у него, да, что в России живут вообще. У нас вот с этим, да, проблема. Они большие, что дети должны за границей, что... В России там плохо мучают. Конечно. Он Челябинск называет Мухосранск. Говорит, что там воспитанные, умные. Мне кажется, и в Индии есть дураки, и в России тоже есть дураки. Но также и умные. Как раз для этого я хочу стать психологом, чтобы было меньше таких людей, которые там пьют, что-то ещё делают такого рода. Ну, неосознанно. Ты маме-то своей поёшь? Поехали. Мне просто нравится басом петь. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет Казах молодой. Может, мы хоровод тут устроимся? Вы хороводы любите? Да. Давайте, сдавайте в хоровод. Давайте, берите, ребят. Спасибо. Руку правую вперёд, а потом её назад. А потом опять вперёд, и немножко потрясём. Мы танцуем буги-буги, поворачиваясь в круге и в ладоши. Хлопаем вот так. Ногу левую вперёд, а потом её назад. А потом опять вперёд, и немножко потрясём. Мы танцуем буги-буги, поворачиваясь в круге и в ладоши. Хлопаем вот так. Молодцы! Артисты, вставайте. Как ребята, вставайте. Остальные танцуют. Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Те, кто дружат, не страшны тревоги, Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Мы свое призвание не забудем, Смерт и радость мы приносим людям. Нам, дворцов, заманчивые сходы, Не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А вот в пятом классе, я не знаю, будет ли он отличником, потому что настаивает на своем. Да у меня сайт там, я хочу свой сайт и еще что-нибудь такое вот. Я говорю, хватит, ты глаза свои все испортишь. Сколько времени примерно уходит на то, чтобы сделать сайт? Ну, а если полноценное, месяц-два. Мне мама говорила, вот, да ты там всю сознательную жизнь прокололась, вот ребенок. Ну, вот как бы меня отговаривали. Ну, мало ли, вот так гробило свое здоровье. Не дай бог, да, какой-то инвалид или что-то. В связи с этим, я же не знаю. А что такое семья? Семья – это те, кто поддержать в трудную минуту, подсказать что-либо. Приходила участковая, как бы расспрашивала. Ну, я, конечно, боялась. Она говорит, да, я знаю, это тебя муж. Ну, однозначно. Я говорю, нет, это меня в подъезде избили. Это родной его папа, Виталик. Лет ему 9-10 было. Это вот тоже Виталик в садик ходил. Он меня заволок в подъезд наш. Пнул мне по лицу два раза. Вот у меня перелом челюсти в трех местах, сотрясение мозга. Это вот буквально за месяц, наверное, до ареста. Вот, Арсений, вот как раз вот в это время погиб его родной папа, бабушка, я. И все, и вот он меня завел на кухню, взял нож, как бы, приставил мне горло, начал давить. Вот он боксер, да, я, видимо, до того испугалась, вот это вот, до того во мне, как он меня с ума сводит, вот эти все вот. Вот, то есть я схватила нож, вот это я еще помню, то есть я не давала себя, как бы, в горло проткнуть. Он на что-то отвлекся, вот. И дальше я уже, как бы, по материалам уголовного дела ориентируюсь только, что вот я нащупала нож и, как бы, вот его убила. Срок у меня семь лет, как бы, по УДО я ушла шесть и три. У меня идет шестнадцатый живых. Я его, видимо, не просто... Ты когда, мам, в последний раз у меня? Ну, я не помню, сколько. Мы замечательно прожили год. У нас был и лагерь, и концерты, и спектакли, и благотворительных концертов у нас было целых пять. Нам все это очень помогает расти. Скажи, фонарщик, а ты всегда был таким маленьким? Нет, моя хорошая. Было время, когда я был молод и высок. Но с каждым разом, чиркая спичкой о подошву и зажигая фонарь, я становился меньше. Так бывает. Когда хочешь кому-то помочь, ты отдаешь людям частичку себя. Вот, послушай песню про мою жизнь. Плывут немые облака, светла дорога. По ним прозрачно и легко скользит пирога. Хотя все говорят, что они не стали бы даже по-другому проживать. Только жаль, конечно, что не поменять нам ничего. Это просто вопрос такой. Конечно, я бы поменяла. Я бы вообще хотела, чтобы мой ребенок... Наверное, я вот это все и говорю из-за того, что я не хочу, чтобы ребенок мой. Что один, что второй. Повторили мою судьбу. Я и стараюсь воспитание сделать так, чтобы мои дети были лучше меня. Повторили мою судьбу. Все эти дети, которые они уже стали часть нашей семьи. Практически всех. Ну, конечно, некоторые... И педагоги тоже. Чуть-чуть там еще они держат себя чуть-чуть в сторону. Но в основном они... Мы все одна семья. На самом деле. Сейчас, когда я спрашиваю, кем они хотят быть, когда вырастут, очень многие говорят, я хочу быть учителем. Или я хочу работать с вами в студии. Понятно, что все это детство и может измениться. Но то, что у них есть эти мысли в голове уже сейчас, означает, что они ценят то, что с ними происходит. И считают это достойным вложением в сил будущем для себя. Так что, простим себе смену. Волнуйтесь. Смотрите, я вам буду подпевать. Хорошо. С Богом. Мне сейчас вспомнился Федор Конюхов, который строил часовню внутри такого, внутри двора из пятиэтажек. Ему говорили, сейчас это будут сносить, зачем ты это строишь? Все равно все снесут. И он говорил, ну, те, кто будут сносить, это их дело. А мое дело построить. Вот. И мне кажется, мы, что бы ни случилось, мы делаем свое дело. Я надеюсь, что плохому мы не научим. Не думайте о этой высокой, все, уже на сцене, все, уже, уже, улыбка, уже, все, даете, все, сердце, душа. Случилось это достаточно давно. Ходил по свету человек, верил во все хорошее, говорил о том, что мы должны жить по другим принципам. Нами должно двигать желание помогать другим, что мы должны любить друг друга, что мы должны уважать друг друга. И вот он ходил, говорил, а ничего не происходило вокруг. Казалось, что только наоборот, хуже становится. Однажды в какой-то стране его встретил мальчик, который спросил, дал такой вопрос. Ну вот скажите, вы постоянно говорите о том, что мы должны быть такие, что мы должны жить по другим принципам. Но ведь ничего не происходит. Вы же не меняете людей. На что ему этот мудрый человек сказал. Я не хочу, чтобы они меня поменяли. Встречаем на сцене, дети. Студия Олега Митяева «Светлое будущее». Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok